Здесь я бы не сказала, что слишком весело, но это скучно. Ну, правда, скучно? Да, здесь скучно. Люди живут исключительно на том, что они дерут бабло, извините, летом со вздыхающих. Здесь зарплата невысокая. Если вы хотите зарабатывать большие деньги, юг нет для вас. На юге у моря лучше жить в квартире. Какая вода, вонь и грязь, трубы не меняли со времен СССР. Друзья, всем привет! Привет! Сейчас мы с мамой гуляем по поселку Приморскому. У нас сейчас месяц декабрь. Наступили холода, наступили сильные ветра, но у моря это неудивительно. Мы вышли вообще для чего? Чтобы просто погулять, подышать свежим воздухом, ну и обсудить насущные вопросы. Обсудить на самом-то деле есть что, потому что вы в последнее время под нашими роликами пишете многое. Есть с чем поспорить, есть что обсудить. Что мы хотели, с чего начать? Ну мы хотели обсудить о том, что у нас здесь, ну как бы все, сами понимаете, мы живем в таком месте, это сельская местность. И все думают, что здесь скукота, вот скукота. Но вы сами подумайте, что в таких местах люди заняты домашними делами. У каждого человека есть какие-то хобби. Поэтому, мне кажется, вот скучает, да и вообще даже сравнить. Ну а скажите, пожалуйста, люди в любой городе, где-то живут, в городе, поселке, они что, целыми днями только веселятся, что ли? Нет. На Урале мы тоже с тобой много куда ходили. Но только на природу. Это уж самая природа, можно сказать. Прошли, погуляли по улице, подышали свежим воздухом. Не, ну на самом деле, ну здесь я бы не сказала, что слишком весело. Но это скучно. Ну правда, скучно? Ну скучно, скучно. Скучно, мы не спорим. А в Краснодаре мне весело? Вот скажи, мне весело в Краснодаре? У нас многие студенты считают, что в Краснодаре вообще некуда сходить. Там буквально несколько парков и все. Там сколько-то. Что, по магазинам ходить? Так ну по магазинам гулять это нас кучит. Для этого еще и деньги нужны, если что-то покупать. Краснодар большой город, а там что делать? Ну вот, а там что делать? Да, кстати, такие же вопросы задают все. Под таким роликом про Краснодар то же самое пишут. И про Приморский, когда мы снимаем, про Темрюкский район, то же самое пишут. Поэтому если у человека есть какие-то хобби, ему будет везде интересно жить. Конечно. А если у человека ничего нет в жизни, так ему везде будет скучно. И ждет, чтобы его кто-то веселил. Ну да. Мы ведь не скрываем, что здесь скучно. Да, мы не скрываем. Мы просто показываем, вот мы гуляем. Тут нет таких кинотеатров, театров нет. Здесь другая просто жизнь. Центров нет таких, чтобы выгуливать. Но мы и там-то не ходили. Я говорю, я, наверное, уже это повторяла. Я постоянно это повторяю. Да, здесь скучно. Но у каждого человека должны быть какие-то цели в жизни. Ну не только же, чтобы его развлекали всю жизнь. Конечно. У мужчин есть хобби – рыбалка. У женщин там шитье есть. Да и мне кажется, у каждого есть, если есть семья. Заботы семейные. Там внуки. Еще нам постоянно говорят, что мы обманываем насчет работы. Что здесь, так как мы живем около двух морей – Черного и Азовского, люди живут исключительно на том, что они дерут бабло, извините, летом создыхающих. Что здесь больше нет заработков. Что здесь все сидят у моря и ждут погоды. Нас постоянно обвиняют в том, что мы обманываем, что мы не говорим правду, что мы якобы увиливаем. Но, друзья, я уже неоднократно снимала вам ролики про работу. Если вы хотите узнать, где работают жители города Темрюка, Темрюкского района, посмотрите ролик про Темрюк. Ссылка на него будет в описании к этому видео. После этого просмотра ролика обязательно переходите. Что насчет работы? Давай еще раз постараемся доходчиво объяснить. Потому что это волнующая тема. Каждый человек, за исключением пенсионеров, интересуется этим вопросом, где работать. Где работать в Краснодарском крае, где работать в Темрюкском районе. Наверное, я бы что сначала всем вам посоветовала? Для того, чтобы не болтать, не говорить лишнее. Лучше, наверное, я советую вам зайти на сайт Центра занятости того района, где вы планируете жить. Информация всегда актуальная. Зарплата. Все вопросы можно посмотреть, найти, узнать. Я думаю, что люди, которые хотят работать, они всегда найдут работу. Понимаете? У каждого человека есть какая-то категория. На кого ты учился, что ты можешь, или ты можешь переучиться. Но люди все равно находят и работают. Но опять же, Краснодарский край – это все-таки аграрный край. Здесь нет таких заводов. Да, люди здесь живут очень просто, но живут. Поэтому, чтобы вы потом не говорили, что мы сюда приехали, здесь так все плохо. Друзья, вы сами должны сразу понять, здесь зарплата невысокая. Если вы хотите зарабатывать большие деньги, юг нет для вас. Если вы только не бизнесмен, который может удаленно работать, тогда да. Тогда у вас будет гарантированный доход, как и в том месте, где вы работали ранее. Но тут здесь абсолютно не та ситуация. Ну какая средняя зарплата? Всех еще это волнует. Средняя. Да невысокая. Тысяча двадцать и тридцать – невысокая зарплата. Люди думают, что если вы живете в станице, то вы будете работать прямо в этой станице. То есть, что обязательно работа должна быть здесь. Но нет, так не везде. Есть, конечно, такие районы, в которых вам удастся работать в своей же станице, если станицы действительно очень большие, да? Тогда да. Но это очень редко такое, наверное, что человек работает там же, где он живет. Скорее всего, ему придется ехать. Даже станицы под Краснодаром, они большие. Но люди-то ездят в Краснодар работать, потому что там негде работать. И никто не хочет работать за копейки, да? Ну да. И все пишут – да вот, вы живете в этой глуши, да у вас здесь где люди работают? Здесь негде работать. Ну, как бы базовые какие-то профессии, типа продавец, вот на винограднике, да, на винзаводе. Это есть, но в основном люди ездят на наши предприятия, которые есть в Семрюкском районе. То есть, за редким исключением, люди работают в станице своей. Так в каждой же, еще раз говорю, так везде ведь нужны и учителя, и медики нужны. Ну, везде, но это везде же так. Я считаю, что люди здесь живут неплохо. Здесь люди живут очень скромно. Нет такого вот такого какого-то шика, как большие города. Я, знаете, просто вот еще, наверное, это просто муж какой-то крик души. Когда вот мы приезжаем в ту же Анапу или в Краснодар, я вижу, какие сейчас строятся новые микрорайоны. Мне так становится этих людей жалко, потому что там нет даже деревьев. И люди просто вот в этих сковоречниках, мне кажется, ну не живут, а просто выживают. Ну, как можно жить на юге в таких вот квартирах, когда даже выйти на улице некуда? Ну, куда ты выйдешь? Люди, понимаешь, они убеждают себя в том, что в квартире гораздо лучше жить, чем в доме. Потому что там ничего делать не надо, там уже все есть. Ну, может быть, я согласна? Там удобства максимальные. Те, кто живет в Анапе в квартире, они себя убеждают в том, что на юге у моря лучше жить в квартире. И поэтому, мне кажется, я бы, наверное, не смогла так жить. Ну, просто бы не смогла. Пусть у нас был бы маленький клочочек земли, но зато он там был бы свой. Ну, даже выйти вот в любое время можно в огород там, ну, просто даже отдохнуть. Да и дети, когда маленькие растут, мне кажется, намного приятнее, что они там бегают у тебя во дворе. Есть качелька, там песочница. Или ты специально пойдешь в городе, ребенка оденешь и там, ну, куда? Пока дойдешь до какого-то парка, столько времени на это уйдет. Никого не агитируем, но мы делимся своей жизнью. Я просто не понимаю, что будет через несколько лет вот с теми людьми, которые вот поживут на юге, вот в этих скворечниках. На сколько их хватит? Наверное, скорее всего, пока, наверное, вот живут, а потом жилье будут сдавать и будут дома и себе не сподыскивать. На море, в квартирах? Наверное, я что-то не понимаю. Напишите в комментариях ваше мнение на юге, где нужно жить. Где лучше жить лично для вас, в квартире или в доме со своим собственным участком? Ждем ваших комментариев. Сейчас мы вот уже находимся в центре поселка. Посмотрите, как у нас уже ДК украшен к Новому году. Но, если посмотреть на природу, так и не скажешь, что через месяц, буквально, даже меньше уже, будет Новый год, потому что все зелено абсолютно. Деревья с листьями стоят. Все зелененькое. Розы светут. Решили мы присесть около ДК. Хочу вам зачитать один из комментариев, который я недавно получила. Краснодарский край – это большая деревня. В станицах нет тротуаров. Дети в школу ходят по дороге. Деревня – это мягко сказано. Действительно, во многих местах нет асфальта. Это правда. Это деревня. И добиться от властей, чтобы проложили тротуар или даже асфальтированную дорогу – это очень сложно. И мы сами с этим сталкиваемся, что если проходит дождик, то ты идешь по грязи. И то, что здесь сказано – это все правда. Это проблема очень такая. Даже по нашей улице. Мы только приехали сюда, удивились тому, что такие дороги. Мы тоже как бы не знали. Нам об этом никто не говорил. Никогда об этом даже нигде мы не слышали. Но даже наши соседи пытались несколько раз. Писали письма в разные инстанции. И нет никаких сдвигов. Только потому, что власти отписку делают. И все. Какая вода? Вонь и грязь. Трубы не меняли со времен СССР. А вода – это главное для человека. Это здоровье человека. Люди постоянно покупают воду бутылками по 20 литров. В Краснодаре есть такая проблема. Мне самой очень нравится вода в Краснодаре. Она очень жесткая. Остается накипь. И когда я приехала первый раз в Краснодар, я была удивлена, что около многих домов стоят вот эти автоматы, которые продают воду. Я думаю, ну почему? Зачем? Как бы на вкус она нормальная. Но когда ты моешься, когда ты стираешь вещи, ты сразу видишь, что качество у нее не самое хорошее. А что касается качества воды в Приморском, вот из вашего личного опыта, в сравнении с Уралом, как у вас вот здесь вода? Ну, в чайнике накипи у нас нет. При стирке белья я не добавляю никакой кондиционер. Вот если даже у тебя… Я использую. Ты используешь, потому что белье будет колом стоять. Мы стираемся без, ну как бы без использования кондиционера. Вода вроде нормальная, мягкая. Она гораздо мягче, если вот я так сравниваю Краснодар и Темирюжский район, у нас она здесь мягкая. Не пахнет. Не пахнет. Если сравнивать с Уралом, в Перми вода с привкусами, запахом хлорки. В Екатеринбурге она с сероводородом. Здесь она не идеальная, но никаких запахов нет. Ну, многие покупают, конечно, воду, покупают. Мы не спорим, да, я слышала. Покупают. Но мы ничего не покупаем. Мы не покупаем. Мы пользуемся, вот какая вода есть централизованная. Единственное, что часто сейчас стали какие-то поломки у нас, вот это нас не радует. На той неделе не было воды. Три дня сподряд три дня не было воды. Река. Водоем на улице. Ну, это планово или это именно перебои? Нет, это не планово. Это просто какие-то, да, какие-то ремонтные работы. Ну, а как скоро решают вот эти проблемы? Вот на сколько обычно занимают? Ну, бывает на полдня. На полдня. Неприятно это, конечно, неприятно. Может быть, раньше мы это не знали, потому что я на работе была. Приходила домой, откуда я знала, что здесь вода была или не была. А сейчас вот я дома, так в этом году ощущается это. Летом вроде нормально было. Летом я такого не видела. Перебоев. А вот сейчас, когда вот как раз температура изменилась, воздуха, и вот какие-то поломки стали происходить. Врачей нет хороших. Если припрет, то деньги на бочку. Иначе подыхай. Все люди обращаются, едут в Анапу, в платные поликлиники. В Краснодар. В Краснодар, да. Это мы всегда слышали и знаем, и все об этом говорят. У медиков, ну, судя по тому, что пишете лично вы в комментариях, те, кто уже переехал в Краснодарский край и работают в сельской местности, что у медиков низкие зарплаты. Мол, никто не хочет работать за такие копейки. Я тоже такое слышала. И то, что такая текучесть большая только в медицине, только из-за низкой зарплаты. Я даже вот сама, когда прихожу в регистратуру, слышу об этом, что люди уходят только из-за того, что маленькая зарплата. А работать нужно, ну, пахать, как говорится. Население-то пребывает все. Еще нас спрашивали, есть ли в нашем поселке, помимо продуктовых магазинов, строительные или для хозяйства. Самое необходимое, можно купить в хозяйственном магазине. Ну, а для ремонта у нас есть поселок Синой, там очень хорошие магазины. Ну, да, соседние, вот буквально сколько тут, 7 километров. И там уже можно купить даже всякие холодильники, телевизоры, всякое такое. Ну, и для ремонта все купить можно. Ну, то есть, если по мелочи, по мелочи найдете в своем поселке, ну, то есть в Приморском, да? Ну, починить что-то вам, так купить такое, мелкий какой-то ремонт. А если уже что-то, какие-то крупные покупки, то это уже в соседние нужно ездить. Потому что, ну, как бы, это же маленький поселок, тут, в принципе, не может быть огромных торговых центров. Ну, в принципе, у нас магазинчик такой есть, но он, как бы, нормальный все, но маловато, конечно. Конечно, ассортимент небольшой, но если уж будете делать ремонт, я думаю, что найдете все в Сино. Мне так рядышком Тамань есть. Ну, можно в Темрюк сесть. Ну, в Темрюк можно. В Темрюке еще больше выбор, еще огромное количество магазинов. Там уж точно найдете то, что будет вам нужно. Итак, друзья, сегодня мы с вами обсудили действительно наболевшие темы. Я хочу спросить в комментариях у вас. Обязательно напишите, какую зарплату ожидаете лично вы, если вы хотите жить в сельской местности, вот в Краснодарском крае. И, возможно, кто-нибудь напишет, не побоится, какая зарплата у него, если он сейчас живет в Краснодарском крае. И где именно обязательно. Я надеюсь, что этот ролик был полезным и интересным для вас. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайки. И мы с вами увидимся в следующих роликах. Всем спасибо. Всем пока-пока. Пока.